здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из иерусалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день некоторое время назад когда мы с вами говорили то речь шла в том числе и террористических акциях которые были проведены против израильских граждан за тот период кажется мы говорили о двух или трех терактов которых погибло тогда уже 11 человек и я задавал вам вопрос что это волна новая антифада или как бы выходки одиночек террористические акции одиночек и вы я помню сказали что это все таки трудно назвать волной или антифадой потому что еще нет такого накопления всего этого боевого кошмара а скорее всего это все-таки действие одиночек но с тех пор как мы с вами не говорили произошло еще несколько терактов еще больше проведено операции которых о которых к по в исходу о которых нам говорят что предотвращены террористические акции раскрыты какие-то боевые ячейки подпольные склады оружия вооружения так а вот теперь спустя неделю-две вы остаетесь того же мнением по прежнему мы имеем дело с террором одиночек мы не видим какого-то скитинга направляющего центра который бы исходил от структур хамаса или даже исламского джихада который находится в основном сейчас на прицеле израильских сил безопасности другое дело что существует база существует накопленное оружие существует не есть немало желающих главное постоянно работает машина подстрекательства к насилию пропаганды ненависти значительной степени религиозной ненависти активные попытки перевести конфликт между палестинцами израильтян на религиозные рельсы сделать его под подать его как некий джихад это и эти усилия продолжается в пропаганде и рам в период рамадана набирают всегда остроту поэтому я думаю что можно сказать что есть у нас есть достаточно масса желающих до потенциальных террористов которые созданы может создать впечатление что речь уже идет такой-то организованной кампании но конечно того чтобы было в начале 2000-х годов когда мы действительно имели место с организованными структурами террора посылавшими к нам террористов самоубийц вооруженные банды которые устраивали нападение на израильтян внутри иудеи самарии и тогда еще в секторе газа этого в данный момент не наблюдается контроль израильских сил безопасности он достаточно эффективен другое дело что мы вправе задавать вопрос о том не преувеличивает ли правительство степень этого контроля поскольку как мы знаем в рамках обязательств данных соединенным штатам и королю абдали израильское руководство продолжает политику смягчений то есть вот новые льготы не вводятся но тем не менее все те весь пакет облегчений на рамадан и свободы передвижения въезда в израиль и даже санкционирование десятков тысяч палестинских рабочих все это продолжается поэтому и блокады территории нет как мы знаем поэтому эти меры безопасности не применяются и хочется верить в оптимизм политического военного руководства но действительно знает что на нынешнем уровне конфликта и с использованием тех превентивных мер на которые израиль идет включая рейды глубь палестинской территории вот мы видели все операции в джинине которые определяются сейчас как главная точка конфликт главный очаг конфликта и террористической опасности этого всего хватит для того чтобы обеспечить безопасность израильтян и сорвать нарастание числа терактов которые если этот прогноз не оправдается то тогда перспективы весьма неприятны будут как с точки зрения безопасности израильтян так и вполне возможно с точки зрения политической выживаемости этого правительства когда был совершен теракт в тель-авиве напомню что террорист устроил стрельбу в четверг вечером на оживленной одной из центральных улиц дизингов возле бара очень популярное место погибли в общей сложности три человека два человека сразу один скончался впоследствии террориста потом удалось ликвидировать но пока его искали пока все это было горячо трансляция с места событий была буквальном смысле в прямом эфире то есть было устроено практически как тот написал журналистов такое тв-шоу террор шоу точнее как он выразился по поводу чего развернулась оживленная дискуссия а можно так поступать или нет телевизионщиков многие политики и да и обыватели подвергли критики за это телевизионщики все время оправдывали с тем что ну люди хотят держать руку на пульсе и видеть то что происходит у вас есть своя точка зрения по этому поводу ну я думаю что здесь есть несколько нюансов во первых надо сказать честно и откровенно что для большинства израильских журналистов особенности у молодого поколения если хадера бершева и даже иерусалим это такой дальний свет почти что за граница тель-авив это их малая родина они там живут правой работать живут бы правой большую часть своей жизни и понятно что когда теракт происходит буквально у них под носом в последний практически последний трудовой недели то естественной реакцией является вот это вот немедленное вовлечение в эти события и на каком-то этапе желание наблюдать за происходящим она не связана не только с ощущением своего журналистского долга просто стремлением понять что творится под дом каждый мне тоже довелось быть стиле и в это время правда не в эпицентре событий но сказать стрельба звуки стрельбы среди города это вещь которая привлекает внимание мягко говоря поэтому здесь как бы требовать от журналистов гражданской ответственности можно с другой стороны поставить вопрос руки а как она должна была выглядеть не должны были отказаться вообще от любого освещения событий и должны были просто встать посреди улицы ждать когда к нему к ним кто-то что-то объяснить тут уже вторая часть ночь проблема начинается пресс-службы полиции армии и службы безопасности шабак выпустили объединенное заявление в котором высказали свое фэ скритиковали поведение израильских средств массовой информации и мы знаем что омбудсмены второго канала и первого канала и общественного вещания разбирают тысячи жалоб граждан поданные во время этого вещания тоже но у полиции и армии есть соответствующие структуры по работе с прессой цель которых задача контролировать работу журналистов именно в таких критических ситуациях нет оснований предполагать что при наличии соответствующей подготовки и отра и тренировках и отработки модели поведения и управления такими кризисными ситуациями потому что опять же надо подчеркнуть речь не идет о чем-то неожиданно теракты подобного рода в телевизии практически в том же самом месте происходили уже два раза в таком же самом формате поэтому полицейские структуры по контролю за публикой и контроль за деятельностью журналистов конечно же могли отработать определенные модели действий и применить их для того чтобы не допустить там таких ситуаций которые действительно мы можем все согласиться что они неприемлемы когда мы видим что оператор телевидения буквально влез между двумя бойцами подразделения спецназначения в момент когда они планируют там ворваться в какую-то квартиру где они подозревают находится террорист не говоря уже о немедленной опасности для всех участников эти съемки как утверждают представители сил безопасности реальный ущерб безопасности в том плане что не раскрыли лица бойцов спецподразделений которые могут в результате их то спите оперативная оперативный потенциал снизился и даже часть технологий которые используются этими спецподразделениями являются секретными поэтому конечно же здесь требовать сознательности конечно можно журналисты тоже является израильскими гражданами тоже конечно могли подумать чуть больше но с другой стороны опять же надо обратиться в тем структурам там достаточно щедро финансируем для того чтобы они могли одновременно со своей основной задачей обеспечение безопасности поиска террориста и так далее могли бы выполнять эту побочную задачу которая гораздо менее сложна чем все остальные а именно контроль за работающими журналистами на мой взгляд аргументы типа ну всех же и смартфоны они не работают здесь потому что смартфон смартфоном социальные сети социальными сетями но телевизионные каналы прямого вещания которые могут смотреть все и смотрят да как вы израиль и таки на палестинских территориях имеет конечно гораздо больше эффект и распространение информации поэтому операторов этих каналов которые телекамеры которых нетрудно заметить конечно же можно ограничить или направим в какое-то более-менее логичное русло для того чтобы они могли с одной стороны выполнять свою работу с другой стороны не мешать оперативным действиям не ставить под угрозу безопасности а политики у нас как известно в очередной раз политический кризис он вызван тем что депутат от партии ямина решила перейти в ликут но пока она остается во всяком случае она вышла из фракции остается в кнесете спорк напомню тем кто не в курсе возник из-за того можно или нельзя проносить квасное то есть хамец в период песоха в больницу и вот таким образом у нас возникла равновесие в кнесете по 60 оппозиции 60 у коалиции и все это очень тревожно неприятно и неизвестно как будет и это вынудило многих говорит о том что грядут новые выборы и вот тут возникло непонятно спустя буквально несколько дней после начала этого кризиса выступил господин беннет на известной пресс-конференции где очень неуверенно в общем-то говорил о перспективах дальнейшего существа дальнейшего существования коалиции он не знает как будет посмотрим и так далее но с другой стороны министр финансов авигдор либерман дал несколько интервью в которых уверенно сказал никаких выборов не будет пусть никто там не спешит заниматься возвращаться имеется ввиду из оппозиции в свои кабинеты мы все вопросы решим и даже сказал как решат то что вот эти вот праворечивые сведения поступают из высшего руководства страны свидетельствует о том что там нет единой точки зрения или это вот такая технология ну мы видим на самом деле что с того момента когда первое заявление действительно беннет не впечатлил он пытается исправить положение как с точки зрения пропагандистская он дал блиц сразу нескольких интервью по всем израильским каналам за исключением 14 да где ему могли задать более сложные вопросы это более право более оппозиционный канал где он говорил о том что он полон решимости стабилизировать коалицию и продолжать что касается реальность реальности мы уже видим как коалиция пытается выжить она начинает давать резкий правый поворот а мы уже сегодня например нам сообщили что решен вопрос практически министерство юстиции внезапно эксперты министерства юстиции дали свое согласие на то чтобы поселенческие форпосты то что называется сейчас молодые поселения подключить к электричеству это была тема как мы знаем весьма яростных идеологических баталий даже вам левым крылом колец правда сказать что одновременно с этим министерство юстиции сказали что если вы подключаете незаконные считающиеся незаконными поселенческие еврейские форпосты вы должны точно же подключить в зоне си и незаконные палестинские дома к электричеству а пока решается вопрос об их будущем сейчас этот вопрос должен уже решать министр обороны бенни ганс видосар министр стрицы это одна партия бенни ганс надо напомнить другая с несколько разными интересами точно так же мы видим что мир и орвах решил вопрос о льготах для ультра-додоксов и все что касается детских садов тала 90 ключевых моментов политики министр финансов добра ли бермана ему пришлось от этого отказаться по требованию не ромаха потому что фактически каждое требование оставшиеся депутатов от ями на сегодня выглядит как ультиматум да то есть а биркара требует решить вопросы связанные с дороговизной жизни правами то что в израильзов с моим до самозанятых мелких бизнесов и это тоже становится предметом немедленных попыток решить проблемы то есть мы поем мы видим что есть берут и его коллеги по коалиции понимают что сейчас единственный выход и способ избежать дополнительных уходов депутатов это задавривать троицу мир орвах а биркара и я лет шакет которая тоже является частью этой группы с точки зрения удовлетворения права более правых избирателей потому что проблема здесь не только в уходе и дитсельма проблема здесь в том что опрос общественного мнения жестко показывает что значительное число избирателей более правого толка покинула нынешней партии нынешней коалиции покинула их потому что считает что они мало того что они их обманули с точки зрения того как была создана эта коалиция и с кем и при чьей поддержке они еще и не реализуют правую повестку дня до нарекания вызвал министр сицы гидон цар со своим и с назначениями судей верховного суда которые закрепили там очень либеральное большинство на обозримое будущее недаром гидон цар поспешил вернуться к своему проекту публичных слушаний для верховных судей да и этот проект начинает двигаться вперед правда сказать непонятно когда в будущем предстоит опять откроется возможность назначить новую верховную судью на другой разговор то есть вопрос сразу тогда встает другой если коалиция идет направо то до какой степени более левые партии в ней смогут мириться с этим идеологическим креном да скажем вот например правительство поставило вопрос о отказе родственникам израиль израильских граждан совершающих теракты в выплате пособий а в первую очередь пособий на детей представители партии мерец выступили с резким протестом смогут ли они ограничиться вербальным протестом или же они почувствуют что с их идеологической точки зрения с точки зрения их избирателей им нужно делать что-то больше и начинать угрожать будущему коалиции со своей стороны что же касается законодательства да конечно имея 60 голосов в кнести и с учетом того что по ряду идеологических вопросов оппозиция раздроблена да нет 60 голосов 6 голосов объединенного арабского списка 54 голоса право религиозных партий то есть ездить конечно пространство для маневра для принятия определенных решений так как например агдор либерман сказал что что он не видит проблемы в том чтобы если внутри коалиции будет достигнут консенсус по бюджету на будущий год то он не считает что будет проблема этот бюджет провести другое дело что никакие основные законы и некие реальные некие изменения в этом смысле провести нельзя там уже 61 голос и конечно же остается вопрос о том может ли если скажем вопрос о досрочных выборах он на мой взгляд дело месяцев и ни одного и не двух то встает более интересный вопрос о том может ли то сказать коалиция ситуация в коалиции действительно будут ухудшаться и улучшаться и привести к каким-то внутренним переменам постоянно вспоминаем бени ганца главу к холла ван который неоднократно напоминал всем что он видит себя кандидату на пост премьер-министра и он единственный лидер политической партии в этом в этом в этой коалиции который может если ему очень захочется опрокинуть ее с тем чтобы стать премьер-министром самому на данный момент ганц не подает признаков того что он начинает уже обдумывать такой вариант но все прекрасно понимают что все время остается на повестке дня арик спасибо за ваши комментарии всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман до свидания а